Вот почему у вас совсем плохо плодоносят огурцы, томаты, перцы, листья желтеют, к августу месяца урожая практически никакого. Но вы продолжаете свято верить, что эта подкормка вам поможет. Ведь вы видели видео, где на ютубе показывают, как приготовить лучшую подкормку для огурцов и томатов. Эти видео набирают миллионы просмотров. Также в интернете полно статей, где перепечатают один у одного рецепты и рассказывают, как им эта подкормка помогла вырастить огромный урожай огурцов. Сейчас я вам расскажу, как вас обманывают, где тут вранье. И в конце видео покажу вам действительно лучшую подкормку, которую можно использовать для подкормки огурцов, томатов, перцев. Ну а вы, пожалуйста, после просмотра этого видео напишите комментарий, согласны ли вы с моим мнением или считаете по-другому. А вы обращали на статьи и видео, где предлагают использовать в качестве подкормки огурцов столовый уксус. Вот вырезки из статей в интернете. Здесь надо использовать один стакан. Здесь уже мы видим два стакана. Ну а здесь уже предлагают три стакана 9% уксуса. Я думаю, тут нетрудно догадаться, что будет с вашими огурцами, томатом и перцами. Если вы выльете три стакана, хотя неизвестно, еще везде пишут стакан, какой имеют в виду 200-граммовый или 300-граммовый или 100-граммовый стакан уксуса. Но я думаю, не очень будет приятно нашим огурчикам и томатам, если мы их зальем уксусом. Также очень популярная подкормка с содой. Очень много статей и видео на эту тему. Кто-то говорит, что надо растворить в 5 литрах одну ложку соды. Ну а кто-то и заметил такие рецепты, где говорят, уже надо 2 столовые ложки. И вот так вот, начитавшись таких рецептов, кто-то одну сыпанет, кто-то две. Ну а кто-то прочитает и вот такой рецепт и уже добавит 50 грамм соды. Как вы думаете, как ваши огурцы, томаты, перцы будут себя чувствовать? Вначале зальем их уксусом, ну а потом пройдемся с содой. Я думаю, тоже результат будет весьма плачевный. Очень много встречал статей, где к этим ядреным смесям еще надо добавить грамм 150 диактерного мыла. Ну а чтобы сэкономить и не тратить это мыло, кто-то предлагает даже взять обычное жидкое мыло. Грамм 200 добавить и хорошенечко все это размешать. Ну а потом, когда поднимется пена сантиметров 20 от нашего вот этого жидкого мыла, вот тогда уже самое время идти опрыскивать огурцы и томаты. Хорошая смесь сода, уксус, шампунь или жидкое мыло великолепно подойдут, чтобы ваши огурцы и томаты никогда не плодоносили и быстро завяли. Мой дорогой зритель, наверное, захочет написать, так ты, мол, тоже снимал рецепты, где добавлял дегтярное мыло, где брал соду, где брал уксус. Да, друзья мои, если правильно соблюдать пропорции, тогда получится хорошая подкормка. Ну а если соблюдать пропорции, которые вы видите в интернете и которые я вам показал, я никогда не сказал бы, что надо добавить 200 грамм уксуса, потом сверху еще грамм 50 соды, ну и залить это все жидким мылом, тоже желательно грамм 200. Вот примерно про такие рецепты я рассказываю, что это делать не стоит. Ну а какой же рецепт я бы вам порекомендовал сделать в августе для ваших огурцов, томатов, перцев? Я вам сейчас все покажу и расскажу. Этот рецепт, я уверен, одобрит 100% опытных садоводов-огородников, ведь они не раз уже его пробовали и он зарекомендовал себя очень и очень хорошо. Нам понадобится всего лишь взять обычный куриный помет. Я его взял в гранулах, так как у меня курей дома нету и помета куриного взять мне негде. В магазине, в любом сады-огород продается, я вот нашел вот такой куриный помет, вы может найдете какой-то другой, но работают они все одинаково. Вот такой в гранулах куриный помет в августе под любую культуру для хорошего урожая подойдет лучше всего. Достаточно вот этого именно, что я купил, 2 столовых ложки на 10 литров воды. Я разведу специально в стакане, чтобы вы видели, как он работает. Вода должна быть обычной, уличной температуры, не холодной, не горячей. Берем гранулы, вот я беру 1 столовую ложку и высыпаем в нашу воду. Пройдет буквально 10-15 минут, эти гранулы все растворятся в нашей воде и отличная получится подкормка. Благодаря органике огурцы, томаты, перцы становятся крепкими, устойчивыми к заболеваниям. Отмечается существенное повышение показателей урожайности. Грунт насыщается полезными веществами и изменяет свою структуру. Главное не забывайте правильно подготовить подкормку и соблюдать сроки ее внесения, не превышая допустимую дозировку. Был рад поделиться с вами полезной информацией. Если хоть немного понравилось видео, поставьте пожалуйста лайк. Если есть что сказать, пишите в комментарии. И увидимся завтра, ведь видео на канале выходят каждый день. Всем больших урожаев, крепкого здоровья и до скорых встреч!